Хотела вам показать, как сейчас выглядит моя комната Ну и посмотрим, как будет выглядеть после Вон мои родители приехали в Икею сдавать кровать Ну, в общем, всё сделали Но усталость такая супер приятная Как краситься в домашних условиях? Прям чёрная-чёрная Ну что такой красоте сидеть дома? Ну, говорит, она у вас очень маленькая Вы вообще такие наглые люди Ну ладно Мне вообще не нравится, кстати Уже столько минусов я нашла там Доброе утречко Я сейчас жду родителей Они должны уже вот-вот подъехать Хотела вам показать, как сейчас выглядит моя комната И как она будет выглядеть в конце дня Мы, наверное, что-то переставим В общем, ну и для себя хочу заснять Пока что всё это выглядит вот так Окно открытое, я в шоке Кровать я пока отодвинула Я здесь, в принципе, кардеробом не пользуюсь Потому что мне ничего не налазит Не налезает, не знаю Вот, кстати, сумка в роддом Я так запихала пока что половину Сумка у меня будет маленькая Так что я возьму чемодан Оказалось больше вещей, чем я думала Вот Кровать пока сдвинута туда Вот это всё уйдёт Значит, здесь комод Провода Собака в кресле Ну, в общем Вот так вот это сейчас всё выглядит Ну, посмотрим, как будет выглядеть после И вон мои родители Выгружают кровать Сейчас пойдём сдавать Надеюсь, мне её примут Ну, вроде должны же, да Просто я там уже собирала, разбирала Ну, по-моему, принимают Я так как-то собирала столики И сдала их прям собранные Та-дам! Спустя полдня Выглядит это всё теперь вот так Всё готово Короче, что изменилось Кресло встало на своё место Где оно раньше стояло Столик, который был там Ушёл туда Этот журнальный я поставила в угол Потому что здесь Мне, в принципе, сейчас Будет только место занимать Поэтому я освободила пространство В серединке Сюда встал комод Комод с мусоркой На комод встала штука пеленальная И здесь вот такой вот матрасик Я пока просто так повесилась Надо будет какие-то другие игрушечки У меня, в принципе, есть ещё вот такая Которая висит Видите, вот её тоже можно туда вешать Или отдельные такие На завязочках Здесь пока что Стоит вот так Потом посмотрим, что мне удобно будет Под рукой Здесь ушёл Столик Деревянный Помните, у меня стоял Он перешёл в туалет Вот туда Далее Да Угол всё освободилось То есть тут только шкаф Здесь за дверью у меня стоит Ванночка И для белья сушилка Так что, в принципе, ничего не видно Висит один мешок Стоит второй Вот Появилась пара новых постеров Стало как-то более всё однородное Вот этот Вот этот Вот тот Ну, как Вы видите Вот Так что, мне кажется, сейчас выглядит лучше всё А, да Также появились две новые наволочки На подушки и подушки Эти раньше Такого размера у меня здесь не было Теперь я их положила Очень мне нравятся Они такие тёмно-синие С перьями С одной стороны с перьями С другой стороны с шашечками Но мне больше нравится Вот так вот Мне кажется, классно смотрится Да, Кирюша? И здесь кровать пока что стоит у гардероба Потому что Пока я с животом Мне удобнее проходить отсюда Нежели оттуда И в туалет я стою по шесть раз на день Поэтому кровать пока отодвинута Позже Она придвинется Прям к моей кровати И здесь будет место Подходить к гардеробу Также осталась у меня опция Что можно открывать окно Ну и самое главное Я сделала зеркальную стену Как хотела Сразу, мне кажется Увеличилось пространство Меня очень бесило То, что там пустая голая стенка Когда оттуда ушел комод Когда оттуда ушел столик Зеркалом Как-то сразу все стало меньше Меня очень это напрягало Мне все не нравилось Теперь опять все выглядит Ну, в общем, мне все нравится Как сейчас выглядит И вот эта вот зеркальная стена Вот она я Мне кажется Ну, просто отлично Я ее Давно хотела Ну, когда Оттуда все ушло Я сразу подумала Блин Я давно хотела зеркальную стену И раз это освободилось Надо на нее повесить Такие зеркала Но так как я изначально Кроватку планировала На тот На ту сторону Я думаю Не, мало ли что Ну, как-то там ребенок Вдруг отвалится Но так как я потом решила Кровать поставить здесь То все, Кирюш Отлично зеркало туда вписалось Мне кажется Это просто бомба Я обожаю В интерьере больше всего Это ковры И зеркала Как можно больше Все Здесь у меня Спокойно есть Проход Подход Там встал столик Все отлично И, кстати Кроватка Вот так вот Она сейчас выглядит Да Мама Шила вот такие вот Наволочки На завязочках Бежевые Здесь у меня тоже Спальный мешок И вот такая вот Штучка Мне кажется Очень уютненько И плюс Своими руками Вот Вот так вот И выглядит, ребята И так же У меня есть растения Я не знаю Я очень довольна Мне опять все нравится Потому что Последнее время Я себя чувствовала Немножечко некомфортно Так как Все было не закончено И сейчас опять Все отлично Можно жить На днях Должна прийти База Под эту штуку В машину Это уйдет В машину Осталось дождаться Коляски И все Ну как коляски И самого ребенка Напишите Как вам мои изменения Нравится Нет Меня все устраивает Мне все по кайфу Вот кстати Вот эта сумка Тоже надо ее отсюда убрать Я решила Складывать не в сумку А в чемодан Потому что в сумку Не помещается Да и вообще На колесиках удобней Время сейчас Кстати Почти 10 вечера Родители приехали Где-то Около 12 В общем 10 часов Мы потратили Ну мы ездили в Икею То все Пятое Десятое Вот Да Потом надо было Эту штуку Привинтить Мы не хотели Крепить ее К стене Чтобы была возможность Двигать А вообще Она предполагалась Крепление к стене Мы ее закрепили Прямо комоду С задней стороны И так как она Немножечко Уже чем сам комод Пришлось там Импровизировать Ну в общем Все сделали Все у меня Ужасно Полят ноги Я ужасно устала Но усталость Такая супер приятная Я тут крашусь Теперь Столиков стало меньше Приходится тут На стуле выживать Так Как краситься В домашних условиях Вот у меня краска Тут Я взяла Покажу На всякий случай Еще раз Потому что Без конца Меня спрашивают Хотя уже Миллион раз Показывала В общем Краска От лореаль Мажорель 4.15 В общем Пол тюбика Добавила Сюда И оксидант Оксидант У меня Трехпроцентный И теперь Все это дело Я Перемешиваю Конечно Одной рукой Это делать Крайне Неудобно В общем Перемешиваю До однородной массы Добавляю Блин Уже на глаз По-моему Один к полтора Надо Как-то так Да Или один к одному Или один к полтора Вот так Это в конце Выглядит Что-то В этот раз У меня получилось Чуть больше Видимо Больше Чем Пол тюбика Нанесла Ну Покрашу Тогда Все Волосы Чуть не упала Это было бы Это было бы Очень обидно У меня Сердце Пятки Ушло Да Наверное Мне вот этого Действительно Хватит на все волосы Потому что у меня Три волосинки Это наверное Уже Последний раз Что я крашусь Перед родами Надо же быть красивой Параллельно Тут смотрю Аню Купер Всегда под ее стримы Что-то делаю Очень я люблю стримы Что включил И человек Разговаривает Час-два И ты слушаешь Не обязательно Как бы да Смотреть Потому что в принципе Это в кадре Ничего не происходит Но зато можно слушать И параллельно Что-то делать Вот В общем буду краситься Брови у меня накрашены Маникюр-педикюр сделан Квартира готова А вот осталось Только волосы покрасить Все я покрасила Волосы Какая-то я прям Черная-черная Хотя оттенок Все тот же Видимо немного Передержала Но ничего Через пару дней Это посмоется И будет обычный Обычный день Обычный цвет Прям Прям какая-то Очень темная Не знаю Я немного подкрасилась Хочу выйти сейчас В эфир В прямой В инстаграме Кто не подписан Подписывайтесь Вот здесь Вот вы увидите Мой профиль Также ссылочка Будет В инфобоксе Вот И подписывайтесь Также на мой канал Не забывайте Ставьте лайки Пишите комментарии И не пропускайте Мои видео Девчонки Скажите У кого так же Если вы Накрасились То Остаться дома Уже не получится Я нанесла бронзер Покрасила волосы Сама накрасилась И думаю Ну что такой красоте Сидеть дома В общем Пойду Покормлю себя И свою малышку Класс Еще курочка мне придет Я решила сегодня Ударить По полной Что прикольное А Это дерево Ага Ой Мы так обожрались Ну я по крайней мере Таня съела Одну порцию суши Я две Плюс еще Курица с рисом Ну вы видели И Сейчас мы едем Догоняться В Макдак Ну я конечно Очень наелась Но Но я просто хочу мороженое Я хотела тут Либо зеленый чай Мороженое взять Либо В Макдаке Мы пришли Либо в Макдаке Ну вот это вот С карамелью И Таня тоже хочет его Поэтому Мы едем В Макдак В общем Приехала я в больничку Пока мне Делают ЦТГ Ну в общем Слушают Сердце Там Пульс Полчасика И потом Буду разговаривать Насчет Акушерского Переворота Посмотрим Что они мне скажут И потом Решу Если решу Делать То завтра Буду делать Если нет То нет Она еще раз Потрогала Голова вверху Попа внизу В общем Сейчас буду говорить Пока вот Думаю поспать Что-то так не выспалась Так мне нравятся Эти шарики Удобные Раз шарик Два шарик Такая здесь палата Мячик Наверное Пеленальный Столик Не знаю Какая-то Веревочка Ну-ка Что с окна Видно Ничего особенного Шкафы И Такой вот Туалет С душем Я по идее Не здесь рожать буду Но мне предложили Может быть Если есть места И здесь Но я не знаю В принципе Я хотела В этом В этой больнице У меня было Три на выбор Это та В которой я И в одну Которую мне не взяли Тут что Простыни Тут что О Вон сколько прокладок Так ребят Я пришла От врача Ездила В больницу Чтобы поговорить Узнать Насчет переворота И завтра Переворачивать Ребенка Ну что вы думаете Она перевернулась Сама Моя девочка Ой Сейчас Как-то надо По другому Сесть Она перевернулась Сама В общем Меня посмотрел Врач И сказал Что головка Внизу В общем Она меня долго Смотрела Проверяла То сё Говорит Всё в порядке Потом говорит Но Говорит Она у вас Очень маленькая Мне Мой врач Последний раз Пару дней назад Сказал Что она весит Примерно 3 килограмма 100 грамм Это за 3 недели До родов А эта врачиха Мне сказала Что она весит 2 килограмма 500 грамм Примерно То есть Больше чем Полкило Разницы Я не знаю Кто из них Ошибся И она говорит В принципе Это ещё Норма То есть Всё нормально Есть границы Рамки От и до И вот она Просто У нижней границы И Говорит Ну если Типа Плод всегда был Он говорит Ну мы же не знаем Как он развивался Говорит Вы должны Ну чтобы врач Секунду Ну Пришёл мой сосед Который за домом следит У меня короче На кухне Батарея всё время греет А я потом плоти Ну короче Пришёл Мне что-то там сделано Не знаю Пришёл Сделал И уже собрался уходить Говорит Ну что у тебя тут У тебя есть Мужик А чё у тебя тут А есть у тебя А чё ты тут Для детей Сделал Ну куда Зашёл Посмотрел Я стою в коридоре Думаю Ну вообще Такие наглые люди Ну ладно Короче На чём я остановилась Малышка перевернулась Она сказала Что она маленькая 2500 Мой врач сказал 300 Да Это я говорила В общем я не знаю Кто из них прав Кто виноват Кто неправильно Посчитал Я уже тоже Заслышала Много историй Что говорят Одно В итоге Рожается Совсем С другим весом Но просто Она сказала Если она всегда Была такая Маленькая Да И то есть Как она мне Объяснила Вес нормальный Как бы Ребёнок просто Маленький Если он маленький То для Маленького плода Этот вес нормальный Но Но если она Она всё время Была маленькая И по чуть-чуть Так набирала Это нормально А если вдруг Она была всегда Средняя Или большая И сейчас Перестала набирать То это Другой вопрос Вот в пятницу Иду к своему врачу Сегодня у нас Что Понедельник Вторник Через Короче пара дней Иду к своему врачу Буду у него Выяснять Что к чему Она говорит Ты не переживай Твоё Всё нормально Там выглядит И Колоплодные воды И И Кровоток Ну короче Всё в принципе Нормально Говорит Просто он должен смотреть Чтоб она Дальше набирала Короче Я не знаю Мне это так Сбесило Потому что я сразу Начала на своего врача Гнать Мне вообще не нравится Кстати Уже столько Минусов Я нашла Там Но я не могла Уже сменить врача Потому что Бесплатно Можно сменить Раз в квартал А минусы Я начала Выяснять Только уже В третьем квартале Ну короче Это вам Не нужно знать Неважно Сменить не могла Ой Вот Я теперь не знаю Я ей говорю Может мне как-то Не двигаться Чтоб она не перенулась Она говорит От этого не зависит Ты хоть двигайся Хоть не двигайся Она может И так И сяк перевернуться Насчёт Акушерского переворота Она говорит Что в принципе Если она Ещё раз Перевернётся Можно это сделать Она говорит У меня В моём случае Говорит Вообще Она бы даже Советовала Это сделать Ну если вдруг Она опять перевернётся Потому что у меня Вроде как Она говорит Очень хорошо пойдёт Ну а конечно же Она рассказала О рисках Риски есть Что плацента Может отойти Тогда надо Экстренное кесарево Это стресс Для ребёнка В течение Десяти минут Надо достать Или что-то такое Ну короче Быстро Довольно Кесарева В принципе Недолгая операция Но тут надо Ещё экстренно Либо может Пуповиной Обвиться Но он Как бы Ребёнок Как бы Сам может Обвиться Но она Она говорит Без рисков Ничего нет И обычные Роды Есть риски Когда я начала Про кесарево Перечислять риски И плод Могут поранить И тебя могут поранить И органы повредить И придётся Даже матку вырезать И кровотечение Бля-бля-бля Ну это естественно При всех операциях Что уж там говорить Но она говорит Что все эти риски Которые она мне Пречисляла Случаются Очень-очень редко Что При кесарево Что например При акушерском перевороте Ну и акушерский переворот Тоже 50 на 50 процентов Перевернётся она Или нет Да Они там вдвоём Короче как-то Делают Вот И я начала думать Если она перевнётся На одни нах Потом думаю Чё я себе голову забиваю Если вдруг она перевнётся Потом ещё раз подумаю Сейчас же она правильно лежит Поэтому Не буду пока На эту тему размышлять Вот И Что ещё Ну да И заодно я И в этом В общем я и в этой больнице Записалась Теперь я записана В двух больницах Могу выбрать В какой я хочу рожать Я кстати из этих Я из трёх выбирала И вот эти две В которых я записана Они входили в мой список Я теперь не знаю Какую из них выбрать У меня половина Знакомых там рожала Половина там Не знаю В одной больнице Есть 24 часа В сутки Детский врач В другой нету Они вызывают Не знаю Ну так Хвалили ту больницу Мне тоже А Кир Что выбрать Короче я не знаю Пока что я Просто Наслаждаюсь дальше Жизнью В пятницу Пойду к врачу Узнаю что там С весом Ещё раз Потом через неделю Ещё раз Пойду к нему И В общем В течение двух недель Если она не перевернётся То я думаю Тогда я уже буду Сама рожать Просто надо Выбрать где А если всё-таки Перернётся То надо мне Будет думать Либо Я еду туда Её переворачивать Либо я Еду на Кесарево На Кесарево Мне уже тоже Сделали запись На всякий случай Вот Да Потому что Я решила Что попой Вперёд Я рожать не буду Вот Я Смотрела Разную информацию Советовалась С врачами Тоже Как бы Можно И рожают Но Я решила Что если Так То Тогда Кесарево Поп Вперёд Рожать не буду Мама Тебе сейчас Купила Знаешь что Кирюш Мама тебе Подарочек Купила Таблеточку От глистов Уже опять Пора Да Пора Пора Жрать Таблетки Вот Также Ещё Я сделала Термин К Зубному Пока Не родила Потому что Потом Точно У меня Времени Наверное Не будет И Сделала Термин В автомастерскую Поменять Фильтры Поменять Масло Климу Проверить А то Она так С перебоями Работает Короче Делать Вообще Так Куча Ещё хочу Какое-то Одеялко Купить Лёгенькое Вот И Кстати Сейчас Наверное Буду Собирать Сумку Хотя Не Я так Устала Я сейчас Буду Спать А попозже Если будет Настроение Я буду Собирать Сумку Тебя Собой Возьму Конечно Тоже Шучу Будешь Тут С бабушкой Сидеть У меня Многие Спрашивают С кем Останется Кира Когда Я буду Рожать Приедет Моя Мама Когда Я буду Рожать И Будет Сидеть С Кирой Вот Да Зай Субтитры 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 сделал DimaTorzok